Вот палитра такая хаотичная, я не раскладываю специально здесь краски, чтобы как-то упорядочить их. Такие у меня здесь, можно сказать, небольшие альпийские горы уже начинают образовываться. Вот такой вот кисточкой нулевочкой я рисую. Даже такая совсем маленькая, практически, это, наверное, единичка, близка к нулевочке. Вот книги, которые я обычно использую при работе. Вот эта книга посвящена сюрреализму непосредственно. Такие вот интересные работы здесь представлены. Сальвадора Дали, Хуана Миро здесь есть работы. Вот это вот, были перед этим и в Танге работы, и в Танге. То есть такие, вот это как раз и есть и в Танге. Вот они, эти работы. Хорошая книжка, купил ее где-то примерно года полтора назад. Ну, интересные здесь очень работы встречаются. Вот, а здесь, ну вот, видите, сюрреализм. А вот непосредственно Джаспер Джонс. Вот этот альбом тоже, да, использую, просматриваю его. Вот такие еще тут. Вот эти все книжки я использую во время своей работы. И не только эти, у меня их много, в принципе, достаточно. Это Михаил Шемякин книжка. Где-то полгода назад, наверное, ее купил. Такая вот работа по стилю у него такая хорошая. Хорошая у него цифрографика у Шемякина. В принципе, как художник он мне нравится. Из российских современных художников. У меня, пожалуй, из тех, кого я знаю, по крайней мере, такой самый самобытный художник. Самый такой интересный, чисто с художественной точки зрения. Это Фрэнсис Бекон у меня. Тоже использую как изобразительный ряд его работы. Такие тоже очень самообытные вещи. Вот эти вот его известные штуки все. Вот это известная его работа тоже. Хороший альбомчик такой. Это многими любимый гидер. Тоже для графики я его использую. Нравится мне проработка его вот эта вся. Как он здорово вот этим аэрографом все это прорабатывает. Очень достаточно все так тонко сделано. И фантазия у него очень такая, бурная. Некрономикан как раз, да? О котором я говорил в одном из роликов. Вот человек, фотография обработана. Была такая фотография, стала такая. Человек за месяц до смерти. Фридрих Кун. Такие интересные штуки. А вот непосредственно Хуан Миро. Не знаю, выпускает ли сейчас вот эту книжечку. Как-то же я купил. Наверное, 2011 год еще. Интересный очень художник. Тоже абстракция, сюрреализм в то же время. И вот эти вещи я все использую для своего изобразительного ряда. Как изобразительный ряд для своих картин, для своего творчества. Вот здесь кисточки, это не все, конечно, но вот основные. Вот эти вот кисточки, большая такая губка, типа кисточки такой, да? Использую ее для того, чтобы работать, покрывать, делать черным цветом, подложку такую сплошную. Очень удобно, удобнее, чем кисточка гораздо. И вот, ну, правда, мыть ее, конечно, приходится так достаточно от черной краски. Особенно то, что я с вами черным покрываю. Не очень удобно, а так, в принципе, нормально. И стихинчик здесь. Такая вот, маленькая такая моя. Обычно я больше книг выкладываю, но вот так вот. Такая маленькая моя лаборатория творческая. Такая маленькая моя. Такая маленькая моя. Такая маленькая моя. Продолжение следует...